Какими были враги сученных и блатных? О беспредельщиках в системе ГУЛАГа почти нет информации. На зоне они появились стихийно, и также быстро исчезли из лагерного мира, оставив о себе лишь неприятные воспоминания. Против всех послевоенное время изменил и уголовный мир. Канул в лету престиж старых добрых профессий, мошенников, жуликов, карманников, аферистов. На их место пришла новая формация преступников, отличавшихся крайней степенью экстремизма и непримиримости. Это рачатливые убийцы, безжалостные насильники или агалтелые националисты. Среди них было много тех, кто порвал с традиционным воровским укладом зоны лагерей. Они ушли от законников, но не примкнули к сукам. Кровавая резня сучьих войн ваковал их железный характер, превратив в одну из самых непопулярных каст на зоне минус беспределов. Писатель Варлам Шаламов, сам отмотавший в сталинских лагерях в три срока, считал, что беспредельщина появилась в результате расколов среди сучинных. Новая каста в душу чтила старые воровские законы и осуждала сук за соглашательство с режимом. Однако законники назад их не приняли, не желая выделять из общей массы ворожденцев. Для беспределов не было иного выхода, как писать третий воровской закон. Впрочем, теоретическую базу под него так и не удалось подвести, не хватило интеллектуальных ресурсов. Как отмечал Шаламов, они руководствовались только злобой и неутоленным желанием мстить, всем, и сукам и ворам одновременно. И началась резня, в которую оказались вовлечены и воровские масти. Беспредельщикам присоединились уркаганы, в большинстве своем отъявленные рецидивисты, а также полуцветные минус те, кто вращался в среде законников, но так и не был коронован. Последние решили воспользоваться резней, чтобы вырвать себе место под скупым лагерным солнцем. Есть идеи нельзя сказать, что беспределы были совсем уж безидейными. Смысл своей борьбе с законниками они предали быстро. Акцент делался на качестве воровских кадров, которые подбирались не сообразны личным заслугам, а благодаря блату или подхалимству. По их мнению, многие достойные зеки были обречены, чтобы навеки остаться прислугой, в то время как блатная гниль могла предать воровскую братью в любой момент. И это подействовало. Ради восстановления истинного закона к беспредельщикам стали примыкать все новые уголовные масти, включая даже убежденных сук, для кого правила воровского сообщества не писаны. Однако новый закон был только для избранных, того, кто мог отстаивать свои убеждения до конца. Несмотря на пестрый винегрет разномастных уголовников, беспредельщики сохранили чистоту своей касты. Именно они отличались наибольшей непримиримостью и агрессивностью к иным категориям лагерников минус фраерам, пешкам, политикам, мужикам, не говоря уже о блатных и суках. Вскоре от беспределов отвернулись многие соратники, их ненавидели и боялись все, в том числе и лагерные власти. Да и красных, бей белых очень близко к беспредельщикам в идейном плане находились махновцы. Это большей частью москиты и уголовники, принципиально ставившие себя выше сук и воров. Даже под угрозой смерти они не отрекались от своих убеждений. Их название породил принцип, «Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют», который воспроизводил девиз легендарного батьки Махна. Махновцы стали центром притяжения для разного рода лагерников, в том числе и не являвшихся закоренелыми уголовниками. Типичный образ махновца минус крепкий мужик, часто из расколаченных крестьян. Власти лишили их всего, имущества, традиционного уклада, веры. В неволе эти лихие беспринципные ребята решили мстить всем. Одно время к махновцам примкнула особая категория арестантов, которая на зоне также нередко ассоциировалась с понятием беспредела. Это казаки. Существует мнение, что именно казаки породили касту беспредельщиков. Недаром у зэков закрепилось выражение «злой, собака, как казак». Вольному неволе казачья масть преимущественно состояла из бывших участников воинских формирований, воевавших на стороне нацистской Германии. В первую очередь это выходцы из Дона и Кубани, народ вольный и непокорный. После окончания войны советским войскам их сдали союзники, выполняя йотинские договоренности. Репатриации подверглось около 50 тысяч казаков. Допросы, одиночная камера, суд. Примерно половина из них отправилась в лагеря. Тяжело, конечно, в лагере было. Это на Северном Урале. Лес валили, сплавляли. Тяжело, конечно, и голод, и издевательство. Причем, натерпелись не только от охранников, но и отсидевших с нами воров в законе. Минус вспоминал потомственный казак Алексей Нестеренко. Многих коллаборационистов отправили на лесозаготовки. Учитывая, что воры в законе не работали, они, пользуясь покровительством лагерной администрации, отбирали у казаков поваленный лес, а при сдаче кубометра древесины приписывали себе. Как и беспредельщики казаки встали в оппозицию ко всем. В общей массе заключенных их было немного, но со всей агрессивностью и решительностью они умели за себя постоять. Все, что их сдерживало, это 58-я статья. Чуть перегнул палку, и тебя шлепнут как изменника Родины. Приспособились судьба всех, кто причислял себя к беспределам была незавидна. Для них в отличие от сук или блатных не предоставлялось специальных камер, и они вынуждены были коротать срок бок о бок с заклятыми врагами. Многим из них чтобы уцелеть пришлось идти на поклон к начальству, однако администрация не собиралась вникать в уголовные разборки. Но от случая к случаю гулаговское начальство использовало беспредельщиков в своих интересах. В специальных пресс-хатах руками самых беспринципных уголовников лагерной власти выбивали нужные признания или наказывали непокорных зеков. Так каста гордых и непоколебимых беспределов встала на путь вырождения.